здравствуйте меня зовут федор васильев с этого урока мы начинаем с вами рассматривать настройки шаблона который мы используем в данный момент и давайте начнем рассматривать шаблон изнутри какие есть у него настройки переходим в админку нашего сайта переходим расширение менеджер шаблонов и наш шаблон вот его названием здесь напротив видно что он по умолчанию звездочка желтая значит это наш шаблон кликаем по названию шаблон и переходим в настройки шаблона и первая опция это профиль по умолчанию стать дефаут мы можем назначить здесь идут от перечисления по-английски цвета грей green и так далее red красный например давайте воспользуемся нажмем сохранить идем на сайт обновляемся и вы видите как у нас общая стилистика шаблона меняется меняется именно смотрите кнопочки видно что они теперь красные ссылки у нас красные заголовки красные и так далее вот видно это везде здесь уже вы должны затачивать под свои цвета то есть смотрите bootstrap кнопочки которые вы делали самом магазине определиться с цветом и потом уже у шаблона подогнать цвет под синий соответственно здесь дефаут и есть синий поэтому для этого дизайна больше такой подойдет кнопочки голубые и поэтому название голубые тоже с этой опции понятно следующий идет опция динамические профили можно выбрать либо да либо нет следующая опция компрессия вот здесь вот важный момент смотрите из списка мы можем выбрать компрессии это значит сжимание файлов стилей я вас криптов и так далее это нужно сделать для того чтобы сайт быстрее грузился так как на локальном компьютере сейчас мы находимся мы этого делать не будем запомнить этот момент когда сайт мы выгрузим на хостинг нам нужно будет выбрать вот можно выбрать последнюю опцию максимальная компрессия сейчас мы не будем пока сжимать файлы оставим как есть то есть нет отключена следующая опция перенаправление устаревших браузеров на страницу обновления не знаю как это работает у меня устаревших браузеров нет но думаю что эту опцию лучше включить в положение yes и дальше идут такие кнопки twitter button то есть кнопка twitter социальной сети кнопка google plus facebook они у нас все отключены если мы включим они будут подставляться в статье статьях joomla но никак не в магазине потому что у нас магазине есть отдельные кнопки данной кнопки здесь не появится если мы даже здесь включим это для статей я не использую вам тоже не советую здесь нету в принципе на самых распространенных именно по россии социальных сетей например вконтакте одноклассники для этого нужно использовать сторонний плагин об этом у меня в бесплатном курсе по джумле все есть следующее идет вот поле здесь мы можем разместить код от google analytics google analytics это счетчик посещаемости грубо говоря только продвинутый здесь можем вставить счетчик от live интернет я вставлять ничего не буду думаю что вы знаете как это делать если нет то в сети много информации это очень легко сделать просто данный код когда вы сделаете сгенерированный сервисом например от live интернета вы его здесь разместите и он разместится в самом низу следующая нижняя опция проверять где были какие-то изменения файла шаблона но здесь уже для продвинутых думаю вам касаться этого опции не обязательно также нижняя опция здесь особо вникать вам не нужно здесь у нас есть еще такая вкладка профиль переходим внутрь здесь мы можем выбрать отдельные созданные шаблоны уже со своими встроенными стилями и так далее но я использую дефолт также по клику вот по этой ссылке можно назначить какой-то из нашей страницы дизайн дальше идет вкладка style стиль также можно посмотреть стоит дефолт давайте попробуем например red сохранимся идем на сайт обновляемся у нас с вами здесь меняется смотрите не кнопки но меняются ссылки меняется вот менюшка видно да вот эти вот красные стали здесь просто смотрите как вам больше нравится я оставлю дефолт background то есть это задние фон здесь можете просто выбирать какая лучше какой лучший там у нас меняется текстура нажимаем сохранить обновляемся вот сзади появилась другая текстура в виде таких точек обращали наверное внимание вы нам демо сайт мой видно сзади текстурка да совсем другая эта текстурка она как раз таки выбирается вот здесь вот background смотрите какие лучше какие вам больше понравится обновляемся и меняется background попробуем еще другой цвет другой фон вот такая вот сеточкой да дальше идет дальше идет опция шрифт для контента мы списка можем выбрать уже внедренный шрифт который есть в самом шаблоне самые популярные шрифты здесь находятся например георджия можем попробовать и посмотреть как изменится текст на нашем сайте возможно это будет видно в описании вот здесь надо смотреть вот здесь вот по сути все текста шрифт меняется у них дальше движемся фонд для хедер то есть по идее если вы меняете шрифт вы должны проставить вот эти три опции это все у нас шрифты то есть хедер это для меню шрифты то есть если ставите у первого бодифон георджия то значит у второго выставляем то же самое и здесь тоже самое что смотрел все хорошо красиво аккуратно сохраняемся обновляемся и видно у нас буковки такие у этого стиля не немножко по длине очень здесь уже смотрите сами как вам больше нравится следующие настройки дата стоит до отображать ли дату поставим нет сейчас вам покажу вот здесь вот отображается сегодняшняя дата и если мы сейчас обновимся она исчезает нужно ли вам это показать или нет вы сами выбираете топ скроллер это у нас а вот такая вот маленькая внизу иконочка если мы по ней кликаем сайт прокручивается наверх но это очень полезная штука и и отключать я думаю не стоит веб-брендинг вот это мы отключаем сейчас вам покажу что это такое это логотип ссылка вот здесь внизу на шаблонный источник нам нужно желательно избавляться от ссылок которые от которых можно избавиться они нам здесь ни к чему я отключил обновляемся проверяем все ссылка исчезла внизу внизу мы добавим свои копирайты следующая опция честно говоря не понимаю ее смысл она у нас положение yes если мы это отключаем у нас с вами здесь исчезает контент давайте ее трогать не будем как она стоит так пускай стоит мы движемся дальше следующая опция response fly out конечно же это мы не трогаем оставляем да это у нас адаптивный дизайн то есть если мы будем сейчас за край брауза стягивать влево то у нас дизайн все блоки будут равняться в нужные колонки в реальном времени и ни один блок не останется за краями то есть не появится нижней горизонтальной полосы прокрутки а вот мы с вами вначале делали следующую опция это общая ширина каркаса оставляем ну и в принципе такой же сайт бар а и сайт бар б это у нас с вами модульные позиции и здесь дается их не ширина здесь 25 здесь 23 если вы хотите чтобы также смотрелось как у меня все хорошо то здесь оставляем такие же параметры то есть я уменьшил здесь 23 сделал они же идут очень интересные возможности шаблона сайт бар а позиция смотрите вот здесь в списке мы можем назначить вот этой позиции модуля где отобразится можно выбрать либо справа либо слева так как мы сайт бар а используем получается у нас сайт бар а это вот это вот левая вся колонка начиная с входа на сайт переключение валют меню новые продукты это все у нас одна позиция а если мы сделаем left то все эти блоки передвинуться на правую сторону то же самое делается для сайт бар б но мы сюда ничего не подключали также можно выбрать следующую у нас вот эти все опции это все тоже модульные позиции и здесь можно выбрать макет сетки для каждого модуля у нас тут модули никаких не назначено поэтому я не вижу смысла рассматривать если вы вдруг какой-то контент в модуле разместите в какой-то вот из этих вот позиций то здесь можно просто поиграться по выбирать сохранять и смотреть что у нас там изменится именно в данной позиции модуля и нижняя опция drop down column white здесь дается ширина выпадающего меню мы с вами такое меню не делали я вам покажу на своем сайте о чем идет речь дело в том что здесь используется шаблон от той же конторы ютем то есть если вы еще не знаете то в данном курсе интернет магазина используется этот шаблон именно от этой конторы для своего блога я использую а ту же контору только шаблон другой но у них начинка одинаково и вот здесь видите выпадающие меню здесь достаточно длинные заголовки и они у меня не вмещались и предложение то есть заголовок делилась на две строчки и чтобы они не делились я очень легко в своем шаблоне вот здесь вот увеличил значение до 300 чтобы выпадающие меню вот эти элементы они были шире чтобы заголовки уместились в одну строку то есть вот имейте ввиду если будете делать такое меню то здесь очень легко расширить границы данного меню осталась еще вкладка привязка к меню здесь вам вообще я не советую сюда лазить можно этот шаблон назначить каким-то отдельным пунктом меню например а для других пунктов меню можно назначить другой загруженный шаблон это не очень хорошо на что пользователь не запутался он так может получиться он перейдет на другую страницу который привязан у вас другой шаблон и подумай что он перешел совсем другой сайт то есть вот эти все мы не пуляции которые могут ввести заблуждение ваших потенциальных покупателей их трогать не рекомендуется то есть вы сюда даже не смотрите этот шаблон у вас для всех страниц для всего сайта пускай он и будет если вы меняете шаблон то меняйте шаблон для всего сайта так вот и все в принципе основные настроечки данного шаблона у данного шаблона настроечки довольно таки скромные я видел шаблоны где можно делать целую серию уроков насколько там много всяких настроек но это не значит что этот шаблон плох я очень долго подбирал данный шаблон для этого курса то есть для именно для магазина для этого курса он хорошо мне подошел понравился у него нейтральные оттенки и можно использовать практически для любой тематики интернет-магазин на этом я заканчу данный урок и увидимся в следующем